На пути к материнству могут встречаться разные неожиданные серьезные препятствия. И одно из них – внематочная беременность. Вынашивание плода при этом невозможно, и рождением ребенка внематочная беременность не заканчивается. А этот диагноз при позднем его выявлении может привести к смерти. В группе риска находится практически каждая женщина, поэтому очень важно к наступившей беременности отнестись с полной ответственностью. Самая большая ошибка женщин после задержки иммунстрации – сделать тест дома и радоваться с наступившей беременностью. Врачи же настаивают, что сразу после этого необходимо встать на учет и сделать ультразвуковое обследование. Потому что только УЗИ может определить, где именно произошло прикрепление оплодотворенной яйцеклетки. Хочется сказать, что у женщины, которые хотят беременеть, и при наличии задержки в несколько дней, они очень радуются этому, в аптеках продается тест на беременность по моче. Он доступен, цена его демократичная. Можете приобрести и утреннюю мочу определить. Появилось две полосочки, значит беременность есть. Но этот тест не показывает, где эта беременность находится – в матке или вне ее пределов. Поэтому, если у вас задержка протекает менструация гладко, нет болевых ощущений каких-то, то вы можете пока и не обращаться за медицинской помощью. Но, если вы долгое время не беременели, у вас какой-то хронический воспалительный процесс, вы очень заинтересованы в беременности, то лучше вам как можно раньше обратиться к доктору, для того, чтобы была диагностирована беременность. Есть ли она? Если есть, то в каком месте? Потому что не всегда сразу плодное яйцо попадает в полость матки. И поэтому не всегда у нас желанная маточная беременность может быть, а может быть и внематочная. И вот при ранних стадиях внематочной беременности, когда определяется, доктор может вам помочь провести эту беременность консервативно, без оперативного вмешательства. Но это только при условии вашего раннего обращения к доктору-гинекологу. Вы можете обратиться в женскую консультацию, или в гинекологическое отделение, или в консультацию в брако-семьях, где вам проведут дополнительные инструментальные обследования в виде трансвагинального УЗИ и биохимические обследования ХГЧ-кроя. Консервативное лечение внематочной беременности без операционного вмешательства в Европе практикуют с начала 80-х, а в красном луче стали применять этот метод с 2017 года. И за это время из 22 женщин с подобным диагнозом 9 избежали оперативного лечения. Благодаря наличию трансвагинальных УЗИ-аппаратов в городе Красный Луч на базе консультации брако-семья и на базе онкологического диспансера сейчас можно на ранних стадиях диагностировать нематочную беременность, когда она находится в неразорванном состоянии. И благодаря наличию в городе филиалов диагностических лабораторий наши женщины-красноучанки могут сдавать анализ крови на ХГЧ, результат которых учитывается для проведения консервативной терапии. В настоящее время существует препарат-цитостатик, который используют для лечения внематочной беременности. После поступления в стационар и обследования, и получения нормальных клинико-биохимических анализов крови, удовлетворительного состояния больной, при нормальном артериальном давлении и при круглосуточном нахождении ее в стационаре под наблюдением медицинского персонала, вводится препарат, который тормозит и подвергает обратному развитию плодное яйцо. Через 4 дня женщина сдает повторный анализ крови на ХГЧ, и по результатам этого исследования мы оцениваем дальше наше лечение. УЗИ-обследование делается не ранее, через 7-8 дней после введения этого препарата. Благодаря этому препарату наши женщины избегают оперативного лечения, то есть нет разреза на передней брюшной стенке, нет осложнений от применения анестезиологических пособий, меньше осложняется это все воспалительными заболеваниями, и у женщины через 2 месяца полностью восстанавливается проходимость маточных труб, то есть это не снижает ее репродуктивную функцию. Этот препарат не применяется для прерывания маточной беременности, потому что он является очень токсичным, прежде всего применяется определенная дозировка его, и он рассчитан на применение тогда, когда плодное айцо находится в маточной трубе, то есть это тонкостенный орган, тонкостенный. Полость матки – это толстостенное образование, и здесь оно не применяется. Медики отмечают, что причины появления внематочной беременности в достаточной мере еще не изучены, но есть некоторые факторы, которые могут оказать негативное влияние на организм женщины. Очень часто причиной внематочной беременности являются воспалительные заболевания органов малого таза. И считается, что если были аборты, особенно первый аборт, то же часто инструментальные вмешательства ведут к тому, что нарушается проходимость маточных труб и нарушается сократительная способность их. Очень часто считается, что оперативные вмешательства, которые были раньше, не обязательно по поводу заболеваний органов малого таза, тоже приводят к наличию воспалительного и спачного процесса в малом тазу, который приводит к нематочной беременности. Часто бывают аномалии внутренних половых органов, которые тоже мешают наступлению беременности. Ну и я не могу исключить такой фактор, когда в наступлении внематочной беременности может виноват половой партнер, если у него какая-то нарушена функция. И мы всегда обязательно женщинам после оперативного или консервативного лечения рекомендуем обследовать мужа, сделать спермограмму наличия нормальных сперматозоидов, которые могут быть чем-то больны, скажем так, и тоже происходят нарушения плодотворения. В нашей программе мы не раз акцентировали внимание на заботливом отношении к себе. Врачи неустанно твердят, что всегда приоритетом для человека является его жизнь и его здоровье. А расти детей и быть хорошей мамой – одно из главных предназначений женщины. Поэтому я призываю женщин, у которых есть какие-то ноющие боли внизу живота, ациклические кровомазания, задержка менструального цикла, которые ведут регулярную половую жизнь, не предохраняясь так, как хотят беременеть, при наличии этих признаков, сразу обращаться к гинекологу. И уже доктор будет обследовать и решать вопрос, исключать наличие внематочной беременности. И при своевременном обращении к медикам вы можете избежать оперативного лечения. То есть вы будете находиться в группе тех пациенток, которые будут подлежать консервативной терапии. Ждем вас на приеме. Редактор субтитров А.Семкин